Здорово, народ! Меня очень часто спрашивают, как промываются теплообменники газовых котлов, навесных, настенных газовых котлов, колонок. И вот сегодня я решил снять для вас видеоролик, чтобы вы знали, как промываются теплообменники. И сегодня у нас есть вот такой вот теплообменник от фирмы Беретто. Это газовая колонка Беретто и мы его будем промывать. Дело в том, что при работе колонки слышен очень сильный треск. Треск это связан с тем, что внутри теплообменника имеется накид. Вода, проходя через этот накид, не имеет свободного протока и образуется явление кавитации. Кавитация это выход пучков воды под давлением из маленького сечения в большое. И при моменте выхода воды из маленького сечения в большое образуются пузырьки воздуха. И вот эти вот пузырьки воздуха создают такие как удары, шум, где-то слышно как треск в теплообменнике. И это дело мы будем устранять промывкой теплообменника. Для начала подключаем бустер к нашему теплообменнику. Выглядит это вот так вот. Это наш бустер. Выход, вход в зависимости от того, как мы переключим. Мы можем поворачивать либо в одно положение, либо во второе положение. То есть, либо в ту сторону качать, либо в ту сторону. То есть, можем промывать теплообменник две стороны. Подключаем все. То есть, две шланги от бустера подключаем к теплообменнику на две его стороны. И после этого начинаем заполнять нашу бочку вот такой кислотой. Кислота не обязательно такая. Это вообще просто для примера. Это не реклама. Просто наша фирма ее использует. Потому что она недорогая и, в принципе, рабочая. Вот. Сначала заполняем бочку водой. Затем добавляем туда кислоту. Кислоты добавляется от 2 до 10 процентов в зависимости от того, насколько сильно, извините, загажен ваш теплообменник. Насколько вы там постарались. Итак, делаем заполнение. В бустере у нас есть минимум и максимум. И вот видите, вода у нас сейчас находится приблизительно посередине. Как только я начну прокачивать теплообменник, уровень немножко упадет. Почему? Потому что эта часть воды уйдет в сам теплообменник. Соответственно, нам этого уровня хватает. Можно добавлять кислоту теперь в процентах от 2 до 10 процентов. В идеале это все делать в маске, перчатках. Но мы же люди советские. Ничего не боимся. Пальцы у нас новые выросут. Поэтому, если что, возьмем ген ящера. Теперь мы включаем наш бустер. И вот теперь пошло дело. Пошло качаться. Я рекомендую хотя бы минимум час промывать такой теплообменник в одну сторону и час в другую сторону. Тогда это будет максимально эффективно. То есть, что мы сделаем через час. Смотрите, к примеру, я час его промываю. Выключаем сначала на вот эту вот кнопочку. Выключаем. Затем, когда насос остановился, меняем направление вот этой вот переключателем. И снова включаем. И таким образом мы час гоняем теплообменник в одну сторону и час гоняем теплообменник в другую сторону. Для того, чтобы точно знать, пошла реакция, можно немножечко понюхать. Ну так, аккуратненько. И там появляется такой запах сероводорода. Вот сероводород говорит и о том, что реакция уже пошла. А также появляется пена. В зависимости от того, насколько сильно загажен ваш теплообменник, пены будет больше либо меньше. У меня, кстати, есть видео о промывке. Я вам ссылку оставлю в описании, где я промываю напольные котлы. Так там пены просто огромное количество. Почему? Потому что там вода очень жесткая. Чем жестче ваша вода, тем быстрее забивается теплообменник вашего газового котла. Смотрите, народ, здесь уже начала появляться пена. Это говорит о том, что пошла реакция. После промывки теплообменника желательно его как-нибудь промыть. Я беру обыкновенный вот этот вот шланг от нашей вот леечки. Леечку выкручиваю. Включаю воду. И воду просто пекаю. По окончании промывки просто устанавливаем все обратно, собираем. И ваш теплообменник будет работать отлично. Не будет трещать. Это не будет приводить ни к каким разрывам в теплообменнике. Все будет отлично. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Всем пока.